Масло, акрил и пастель, пейзажи, натюрморты и архитектурная живопись. На пятом этаже детской школы искусств в Видном раскинулась яркая, необычная выставка. Ее авторы – не ученики художественного отделения, как это обычно здесь бывает, а их педагоги и наставники. Ксения Миронова, к примеру, уже более 10 лет передает свои знания юным дарованиям. Одной из моих больших любовей является натурная живопись. Это всегда прекрасно, и каждый художник должен уметь работать с натурой. Например, вид на ростовский Кремль. Ростов я очень люблю, частенько туда наведываюсь и езжу. Но вот привезла одну работу из Ростова, у меня целая серия этих работ. Конечно, это русская архитектура 16 века, она вдохновляет. На полотнах есть и Можайский Кремль, и знакомые всем видновчанам трехэтажные домики с улицы Гаевского. Все картины написаны маслом. Ксения – потомственный живописец. Она хоть и окончила легендарную строгановку по специальности художник по текстилю, творит в самых разных направлениях и стилях. Батики, например, это одна из моих любимых таких техник. Также периодически акварелью работаю. Люблю технику темперной живописи. Ну и масляная живопись, конечно, она считается более такой профессиональной, классической. А вот коллега Ксении, преподаватель живописи Юлия Королева на выставке представила работы, написанные акрилом и пастелью. Я пишу всем. Я пишу акрилом, маслом, акварелью. Очень люблю сухую пастель. Больше близка тема морского пейзажа, средиземноморские пейзажи. Я очень люблю море, люблю яркие картины. Поэтому я работаю в основном акрилом, таким инструментом, как мастихин, чтобы создавать такую пастозную живопись. По первому образованию Юлия дизайнер, но по-настоящему ей удалось реализоваться именно в педагогике. Вначале занималась с детьми более младшего возраста. Но потом поняла, что хочу работать с более взрослыми ребятами, давать больше информации, которую сама знаю. Делиться своим опытом и учить их. Выставка приурочена к Международному дню художника, который отмечают 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо. Впрочем, русские живописцы отметят его дважды 25, а также 8 декабря.